Беседа в комнате между его божественной милостью Ачебхактивидантой Свами Прабхупады и Говиндой Даси. 16 июня 1975 года в Гонолулу, Гавайи. Рассказывает про иллюстрации. Поскольку вторая жена жалуется, Дрова очень рассержен. Он идет к своей матери. Его мать очень расстроена, она плачет. И он насадит его на колени и рассказывает ему о Господе Вишну, что он его единственное успокоение. Дрова покидает дом, тот же же покидает дворец и отправляется в лес на поиски Господа. Там он встречается с Нарадой, который понимает, что происходит все это время. Нарада говорит ему, что ты должен получать брахманические наставления. Но Дрова не в состоянии это сделать, поскольку он настроен решительно, как мальчик шатри. Нарада садится и дает ему наставление о Господе Вишне, рассказывает ему, что тот должен отправиться в лес, в лес Мадуван, и сесть там, во Вриндаване. И Дрова принимает его наставление и отправляется садиться в лесу, погружается в медитацию. Вриндаван будет на заднем плане, и он сидит в медитации, и тем временем царь Уттанапада расстроен, потому что он оскорбил своего сына, и он сокрушается об этом. И Нарада приходит к нему и рассказывает ему, что слава твоего сына распространяется повсюду. В конце концов, Дрова достиг совершенства своей медитации. Он стоял на одном пальце ноги, придавив землю. Вся Вселенная пришла в беспокойство. Я изучала ваш Багават и рисовала по каждой шлоке. Полубоги идут и молятся Господу к молочному океану. Здесь будут пузыри. Я знаю, что они его не видят, но я изображу его так, что он немного видим, но не ясно. Так они молятся Господу, и Господь говорит им, не переживайте, я сделаю что-нибудь. И Господь приходит к Дрове, который погружен в медитацию, и Дрова неожиданно теряет из виду Господа. И он открывает свои глаза от разочарования. И он видит Господа перед собой и падает к его стопам. И поскольку он просто ребенок, он не обладает никаким знанием о том, как возносить молитвы, Господь касается его своей раковины, благословляя его, давая ему способность возносить молитвы, и тогда он начинает молиться. Я здесь изображу некоторую славу Маха-Вишну. Он предлагает свои молитвы Господу. Этот рисунок еще не перенесен, но это Господь, который благословляет Дрову, даруя ему царство на планете Земля, и затем также полярную звезду. Господь покидает на Горуде, и Дрова смотрит, как он удаляется. Затем Дрова начинает идти домой. Он сокрушается, поскольку, несмотря на то, что он увидел Господа, у него были материальные желания в сердце, и он чувствует горе, он скорбит. И в это время к царю Уттанападе приходит гонец, и говорит царю, «Твой сын идет». Царь дарит гонцу ценную гирлянду и благословляет его. И он тот же расходит на свою колесницу изображенную лошадьми с двумя царицами в Паланкине и покидает дворец в поисках Дрова. Я просто набросала. Это еще не закончено. И они видят, как Дрова входит в ближайший лес. Они сходят с колесницей и обнимают его. Они очень рады видеть его, что он вернулся домой. И затем царь помещает Дрову на большого слона, на слониху. Я не уверена, есть ли у слоних бивни. И так он въезжает в город, украшенный город. И затем концовка такая, что царь и Дрова сидят в одном из прекрасных дворцовых садов, и царь рассказывает Дрове, что тот вскоре станет царем. Дрова вскоре становится царем, когда он подрастает немного. Когда он стал царем, его брат был убит. Да. Он сражался с якшами и убивал их. Он был молодым человеком. Да, очень хорошие рисунки. Вам нравится? Вам нравится идея? Да. Ты можешь сделать целую книгу иллюстраций. Мне нужно научиться работать быстрее. Мы можем продавать это. Вы можете на этом хорошо заработать. Она спросила, есть ли у слонихи бивни. Есть ли у слоних бивни. Я не знаю. В Бхагаватам говорится, что его посадили на слониху. Я никогда не видел. Я даже не знаю, как они выглядят. Я закончил эту книгу, но в то же время, поскольку вы сказали мне заниматься божествами сейчас, я начинаю планировать, как это делать. Нет. Этим ты можешь заняться, когда закончишь это. Да. Я закончу это. Я не смогла связаться с этим юношей Вришни, который должен помочь мне с божествами. Поэтому я не знаю. Спешка ни к чему. Многие приезжают. У тебя очень хорошее занятие. У тебя столько талантов для служения Кришне. Всегда будь занят этой деятельностью, и ты никогда не почувствуешь одиночество. Спасибо. Спасибо, чего пропадали. Продолжение следует...